Валентина Макудинова, агентство новостей ТВ-2. Павел Николаевич, как вы сами для себя объясняете то, что с вами произошло после президентских выборов? Потому что вы в них участвовали, потом началось административное давление и на вас, и на ваш совпоз, были многочисленные проверки. Вот какой вы себе даете ответ? И вообще не пожалели ли вы, что пошли в политику? Нет, если вы что-то делаете в жизни, то жалеть об этом не нужно. Потому что в этот момент, когда вы принимаете решение, это абсолютно правильное решение, вы действуете в соответствии со своими желаниями. Это, на мой взгляд, неадекватное действие противоположной стороны именно власти. Потому что никто не рассчитывал, наверное, из них, что наша программа «20 шагов в президентскую кампанию» получит такую поддержку населения. Они не ожидали. Их реакция может быть разной. Мы, например, надеялись, что реакция будет такая, что давайте сядем за стол переговоров, создадим правительство народного доверия, попробуем взять лучшее из нашей программы. А у нас совершенно нормальные предложения, причем даже для так называемых либералов, для патриотического общества. Потому что налоги для богатых, отсутствие налогов для бедных, чтобы ресурсы все-таки работали на страну. Это предложения, которые реализованы в том числе и в капиталистических странах. Норвегия, Швеция. То есть это такой, ну, скажем так, социализм с человеческим лицом. И наши надежды были в чем? В том, что мы, предоставив эту программу, а она поддержку населения, ну, точно больше 9 миллионов получила. То есть мы надеялись, что будет диалог. Власть решила по-другому, что никого диалога не будет, надо затоптать, ну, троски социализма, грубо говоря. Потому что не зря Иоанн Андреевич называет такие предприятия, как наши, народными предприятиями. У нас народ действительно получает достойную зарплату, он получает социальные льготы, которые получали в Советском Союзе. И мы показали, что в условиях даже такого клиптократического капитализма, который у нас сейчас существует, можно жить достойно и давать возможность жить всем гражданам. Это сильно разозлило. И мы видим не только по нашему хозяйству, и вот по Солесибирскому в Иркутской области, и по Звениковскому Мореллу, и по другим хозяйствам народным, что нас пытаются каким-то образом выровнять. Либо ты делаешь хорошо во всей стране, как у нас, либо ты начинаешь делать так, что плохо у нас. Тогда нету таких положительных примеров. Мы это видим. Ну, честно, я считаю, что мы абсолютно правы, мы все сделали абсолютно правильно. А вот власти, вместо того, чтобы после диалога любая выборная кампания, это диалог. Это конкуренция программ. Вы, кстати, видели программу «Един Россия»? Видели, да? Ну, вот расскажите, что в этой программе такого, что они не могли сделать раньше? Они все могли сделать, но почему-то не сделали. Ну, если вам мужчин что-то обещает, но не делает, через 20 лет вы к нему как-то по-другому начинаете относиться. Согласны с вами? Да, и поэтому, я так говорю, слушайте, у нас есть не просто наша программа, у нас есть еще и примеры реализации этой программы. Там доход у простого рабочего свыше 100 тысяч. Это детские сады, школы, поликлиники, бесплатные кружки, парки, которые все ездят и удивляются, как у нас хорошо. И мы можем показать все это и сказать, слушайте, давайте так же сделаем по всей стране. Вот это и разозлило, я думаю. Поэтому, и еще раз, если бы не поддержка Геннадия Андреевича и КПРФ, нас бы уже давно затоптали, тем более, что у нас золотые, по их мнению, земли. Потому что мы к земле относимся как к средству производства, а не как к товару. И вы посмотрите, по всей России, вот куда бы мы ни приехали, разрушенные заводы, фабрики, фермы, совхозы, колхозы, ничего не осталось. Это действие нынешней власти, она ничего не может сказать, но это же не оккупанты какие-то пришли, это они все разрушили. Мы говорим, давайте восстановим. Вот у нас есть программа, откуда взять деньги, понятно. Потому что, ну, такое расслоение общества и такие абсолютно непомерные доходы чиновников и олигархов, ну, их надо как-то налогами обложить. Вот, и я думаю, что именно то, что наша программа поддержку такую получила, сильно разозлила власть, и она стала нас так затаптывать. Ну, уже я сегодня приехал, значит, все нормально, не волнуйтесь, все будет хорошо.